Всем привет! С вами Люда Блаж Суприм. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня, в последний понедельник этого сентября, мы с вами будем обсуждать новости других королевских семей. Что это значит? Значит, не будет в Великобритании, но будут абсолютно все монархи, которые отличились за прошедший месяц. Как вы поняли, как всегда, будет очень интересно. Так что усаживайтесь поудобнее, наливайте чай, кофеок и погнали! Начнем с новости, которую, возможно, вы знаете, если смотрели мое видео про свадьбу Марты Луизы и Шамана. Шведская принцесса София, жена принца Карла Филиппа, невестка короля, беременна в четвертый раз. Дворец объявил об этом 2 сентября, уже после норвежской свадьбы, где София растекала на очень внушительной платформе. О беременности мало кто подозревал, для меня это вообще большим сюрпризом стало, потому что крайне редко нынешние принцы и принцессы решаются на третьего ребенка. А тут аж четвертый. Ребенок ожидается довольно скоро, февраль 25-го года. София после объявления появлялась на публике и не раз, и в принципе никаких отмен по расписанию. Дворец пока не планирует и не публикует. В тот же день, что и у Марты Луизы с дураком, состоялась еще одна свадьба, но уже в Испании. Вышла замуж Виктория Лопеская сада Бурбон-Сицилийская, родственница короля Филиппе. Ее дедушка был троюродным братом короля Хуана Карлоса. Вроде родственники, вроде как и дальний, но королевских гостей хватало. Там был король Филиппе, крестный отец невесты, его мать королева София и сестры Елена и Кристина. И Виктории не нужен никакой королевский титул, как у Марты, чтобы одеться просто по-королевски. Платье довольно лаконичное, а тиара аж 18 века. И в целом у меня достаточно приятный вайб от всего этого. Тем временем королева Маргретта умудрилась абсолютно всех перепугать и попасть в больницу. Она упала с лестницы во дворце, после чего ее госпитализировали. Пресса обо всем узнала только через два дня после случившегося. Фредерик пояснил, что его мать хорошо себя чувствует в сложившихся обстоятельствах, но остается в больнице для наблюдения. Оказалось, что она сломала левую руку, а также у нее травма шейных позвонков. А вот это уже совсем нехорошо, тем более для такого преклонного возраста. Дворец пояснил, что рука будет в гипсе и придется носить шейный воротник такой специальный. С настроением у королевы все хорошо. Домой, точнее, во дворец ее отпустили, но в ближайшее время где-то ее ждать вообще не приходится по понятным причинам. Как я сказала, перепугала она всех знатно, и в такой ситуации стресс, конечно, доходит до уровня просто максимум. Но бывают такие ситуации, когда нужно просто пережить и как-то справляться просто по пути со своей менталочкой. Разные, конечно, способы есть, и один из действенных – это помогать своему организму витаминами. И лучше наборов халса здесь не найти. Вы уже знакомы с этой системой, где ты заполняешь огромный опросник до 80 вопросов, который составлен опытными диетологами, нутрициологами, терапевтами и аналогичен приему у врача. А также можно дополнить результатами своих анализов, если вы, как и я, стараетесь давать их раз в 3-4 месяца хотя бы. У меня в этом месяце в наборе витамин D, селен, триптофан, омега и железо плюс. Набор чисто для женщин, чтобы красоту поддержать и немного сознания угомонить. А еще обратите внимание на этот крутой дизайн. Он стал еще удобнее и ярче. И какой стильный, колор-блок, все как сейчас модно. Ну а то, что витамины на день в отдельном саше, мне тоже очень нравится и подойдет тем, кто путешествует в командировках, ну или принимает витамины уже на работе, например. И должна сказать, что новая упаковка стала еще удобнее. Это такой капсхолдер выдвижной, просто супер. Халса подбирает витамины действительно под любые цели. Стресс, энергия, похудение, красота. А для Америки, например, такой сервис не новинка. И, кстати, так гораздо экономичнее покупать набор и витамин, чем собирать из различных банок. И еще удобная фишка. Можно оплачивать частями. То есть вы получаете свой набор, а оплатите за него по 25% от цены каждые две недели. Без комиссии переплат. Это не кредит и не рассрочка. Это новый для России способ оплаты. Халса и правда может стать отличным помощником любого на пути к здоровому образу жизни и на пути к достижению своей цели. У них отличные отзывы и они первые в рейтингах с реальными отзывами на отзовик и iRecommend. У меня для вас обязательно, конечно же, есть промокод BLASH10 на скидку 45% на ваш первый заказ. Так что переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и начинайте прием идеального микса витамин, который подобран специально для вас. Ну а мы идем дальше. После Олимпийских игр в Париже начались уже пара Олимпийские. И от испанцев поехала королева Летисия, от норвежцев кронпринц Хокон, а Дания послала кронпринца Кристиана. Ну а чего, взрослый мальчик, вон для Норссофии сколько на Олимпиаде провели времени. А этот ни ни носа не казал. Красивый там ходил, на фоне Эйфелевой башни сфоткался, но общественность заинтересовала другая новость. Кристиан отправится в Восточную Африку, где узнает больше о деятельности ферм и управления ими. И мол, время это приватное, прессу просьба мальчика не тревожить. В свое время королева Маргрета отправлялась в Южную Америку, а Фредерик внезапно в Монголии кочевников изучал, а потом еще и в Калифорнии на виноградниках работал. Наверное, это что-то типа Gap Year, такой удачан в стиле, как Кейт с Уильямом в Чили тогда зависали, но это ж не на весь год было. Было бы странно выбросить совершеннолетнего наследника из исполнения королевских обязанностей на целый год. Далее, миры кей-поп и роялс снова схлопнулись. Джей Су из Blackpink познакомилась с норвежской королевой Соней на показ Диор. Их познакомила Дельфин Арно, главный исполнительный директор Диор. Кстати, ее брат Антуан, муж супермодели Водяновой. Вот это клубок такой, раньше мы говорили аристократический, а тут уже прям всеобщий мировой, границы расширяются. Рядом с Соней сидела Бриджит Макрон, Джессу несколько раз поклонилась королеве, Соня, бери на заметку, полезное знакомство. Чарльз подтвердит, соврать не даст. Хотя норвежскую монархию никакие тусовки с южнокорейскими группами не спасут, разве что BTS, и то не факт. Настолько у них там все плохо, но к этому мы еще вернемся. В Нидерландах прошло открытие парламента, мое любимейшее событие, когда все одеваются как типичные прохожие осенью, кто в шубе, кто в шортах. В этот раз без крайностей, но все-таки. Королева Максима максимально утепленная, особенно ей наверняка плечо грел огромный бант. А вот девчонке полегче. Катарина Амалия, наследница в платье Сары Фергюсон. Точно такое же платье у Сары было на недавнем благотворительном ужине с Элли Голдинг. Алексия, средняя сестер, в красном платье своей мамы. Обычно я придралась бы к настроению Амалии, но в тот день вся семья поголовно выглядела, ну, очень грустной. Или что-то крайне печальное случилось, или по Нидерландам прошлась магнитная буря, и у всех коллективных голов заболели. Буквально в конце на балконе были улыбки, и то в них не веришь. Также прошел ужин для членов государственного совета, и Амалия выглядела, ну, просто шикарно. Цвет, украшения, макияж, ну, разве что прическу можно было бы попышнее, а так отпад. И Максима тоже была хороша. Многие заметили, что прям вся семья похудела, и, пожалуй, соглашусь. Алексия начала обучение в университетском колледже Лондона, а принцесса Елизавета, бельгийская наследница, в Гарварде. Так что мы их будем, видимо, реже видеть, а принцесса Леонор, будущая королева Испании, приступила к курсу военно-морской академии. Она осталась в родной стране, в отличие от двух предыдущих принцесс, так что ее мы будем видеть чаще. И слава богу. Принц Ле Казогу, глава свергнутой королевской семьи Албании, представил миру свою новую девушку Блерту. Ну, точнее как, представил, но не от всего сердца. Он появился с ней на мероприятии в Нью-Йорке, выложил видео в свой аккаунт, а она там вообще ни в одном кадре не стоит. Ну, хоть сфоткаться с ней не постеснялся и выложил сториз. Но сториз сделал такое недолговечное. Не уверен, что ли, что он с ней надолго? Напомню, что в этом году у него был, ну, очень скандальный развод с женой Эли, с которым прожил 8 лет. Непонятно, кто там кого избил. С дочкой один на один ему оставаться нельзя. Ну, такая себе история. Мы с вами ее уже обсуждали. Если не помните, посмотрите предыдущие выпуски. А Хуан Карло, секс-король Испании, тоже засветился с девушкой. Ну, точнее, в прессу просочились его фотки с любовницей времен нашей 30-летней давности. В скандальчиках по теме измены женам, а уж тем более в королевских семьях, для прессы нет ни поздно, ни никогда. Актриса и телеведущая Барбара Рэй была любовницей короля в 80-е и 90-е. И это не какая-то суперсвежая новость. Но одно дело слухи, а другое дело фотки. Прям как надо с поцелуями. Откуда же они взялись 30 лет спустя? И в голландской прессе продал сын Барбары, Анхель. Он сам же и фоткал маму с королем, когда ему было лет 13. Как он рассказывает, Барбара считала, что Хуан Карлос плохо к ней относится. И поэтому на всякий случай для шантажа ей нужны были фотографии. Барбара говорит, что она в шоке от поступка сына. Это показывает, какой скверный у него характер. Как он на все готов ради денег. По оценкам это могло стоить где-то 150 тысяч. Хочется сказать, Барбара, ну это как бы твой сын, ты эти фотки сделала для шантажа. А кровушка твоя, сыночка-присыночка, их как бы продал. Только понять не могу, почему продали голландской прессе, потому что все фигуранты в этом деле испанцы. Или испанцы готовы писать только про прогулки датского Фредерика и Женевьевы, а про своих как бы засали? Не знаю. И главный вопрос, не спланированная ли эта акция? Действительно ли Барбара не знала? Или все-таки вместе с сыном подстроила так, чтобы в ее 74 года о ней вспомнили? Она походила по шоу, пораздавала интервью и денег заработала. Вопрос. Кстати, еще забавно, что фамилия Барбары Рэй. То есть это буквально переводится как король. И заголовки, конечно, на миллион. Рэй и Элли Рэй. Барбара, конечно, отрицает, что эти фотографии делал ее сын. Фотограф, мол, умер, она хранила только негативы, а сын их выкрал и напечатал фото. И никакого шантажа она якобы не планировала. Она угрожает судом газете и заодно сыну, но обещать не значит жениться. Угрожать подать в суд и реально подать в суд, это, конечно, разные вещи. Я, кстати, все еще жду судов на тему Омеда, Дворца, имен расистов, голландского издательства и переводчицы. Настолько было разговоров, а в итоге никто ни на кого не подал. Я так вообще не играю. Но давайте-ка сегодня еще обсудим одну девушку, которая в этот дайджест попала не по скандальной причине. Девушка Свере Магнуса, младшего сына норвежской кронпринцессы Мэтте Мария, ты кронпринца Хокона. Амалия Маклеот. Амалия Свера – ровесники, 17-18 лет, и пресса сообщает, что они встречаются несколько месяцев. И также они были замечены вместе на выпускном. Познакомили в школе, где учились вместе. Известно о ней не так много. Она родилась в Лондоне, имеет норвежское гражданство и живет в одном из самых дорогих районов Осло. Была моделью в Team Models и работала в галерее. Ее отец менеджер в компании Frontline, которая занимается транспортировкой нефти. Но этим наверняка объясняется проживание в лучшем районе столицы. Короче, девочка непростая и в денежках не нуждается. Амалия была улыбчива, вперед не бежала, держалась скромно. С Ингрид и Александрой они даже чем-то внешне похожи. Было ощущение, что она в этой семье уже 100 лет. На один из выходов Мэтте Мария дала ей свое платье, которое носила по молодости, что говорит про явно высокий уровень доверия. Публика в восхищении, и вот разлетается такой видосик. Амалии подают зонт и уводят, а наследница престола остается мокнуть под дождем. Я думаю, тут на самом деле у Ингрид телохранители или помощники нерасторопные, но вышло, конечно, очень некрасиво. Больше всего споров разразилось по поводу факта присутствия Амалии. Ну, во-первых, присутствие королевской семьи на этой свадьбе, ну такое, поскольку-постольку. Ройлсы появились только на одной фотке и еще отдельно сфоткались разочек, да и все. Остальное это фотографии папарацци, не то чтобы официальное мероприятие 99 уровня для ядра королевской семьи. Амалия ни на одну официальную, даже полуофициальную фотку не попала. Только на улице по пути куда-то из машины до дверей. Во-вторых, не стоит сравнивать 17-летнюю девушку ни с одной из девушек, которые так или иначе попали в королевскую семью. Они как минимум на 10 лет ее старше были. Мэтта Марит, Кейт, Мэган, да кто угодно. У них было свое прошлое. Амалия буквально ничего не успела сделать плохого в этой жизни, чтобы от нее шарахаться. В-третьих, лично меня уже бесит эта привычка относиться как к девушкам, так и к парням, да и к женам и мужьям как к какому-то расходному материалу. Это знаете, как видео. Букет маме или жене? Ну маме, потому что мама одна, а жен бывает сколько угодно. И тут рядом жена стоит, да, или девушка. С таким принципом лучше вообще никого никогда себе не искать. Живи себе с родителями и радуйся. Зачем он ее взял на свадьбу? Они же вот разбегутся, а фотографии останутся. Это семейное торжество. Зачем, зачем? И почему эта семья вообще вся в полном составе с ней общается? Она же потом пойдет мемуары писать. Да, было бы здорово, конечно, в 2024 году молодых людей в вакуум сажать, чтобы до свадьбы ни одной фотографии ни с кем не появилось, да что там, отношений никаких чтобы не было. Ну на всякий случай. Да и что-то я не помню бывших девушек, каких-то там королевских принцев, которые мемуары писали. И если были такие, это были зрелые бывшие, а не первая школьная любовь. В общем, как по мне, Амалия девочка приятная, пара у них выглядит хорошо, а уж будут они навсегда вечные, ждет ли нас свадьба с Вэрой Амалией, ну покажет время. Шаманчик и Мартушка-Луизушка продолжали нас радовать свадебным контентом. Еще миллион просто фотографий, но поговорить я хотела бы сегодня не о них, а о некоторых деталях. Свадебный макияж невесте делала ее средняя дочь Лея, и продержался он куда лучше прически. Там все к вечеру было уже очень-очень грустно. Свадебный тортик был морковный, любимый торт дурака. Остается надеяться, что вкусы гостей были такими же конкретными и специфическими, как у шамана. Но хотя бы красиво, если не считать фигурки молящегося жениха и склоняющейся невесты на верхушке. На утро шаман подарил своей уже жене подарок, ожерелье с щитом викингов, на котором изображена их с Мартой монограмма. Святая Андромеда, мне от этой коммерциализации королевского статуса уже плохо. Они эту монограмму разве что в глотке нам не запихивали. Хотя нет, погодите, чувствую вкус монограммы. Запихивали. Марта очень эксклюзивно рассказала журналу Hello. Это было так прекрасно, что я плакала. Символизм щита в том, что он защищает нашу любовь. Сейчас вот прям стошнит. Дочки Марты получили в подарок ожерелье с кулонами в одном стиле с помолвочным кольцом Марты. Зачем-то. Марта тоже в долгу не осталась и подарила дураку коллекцию его любимых видеоигр. Ну все по классике. Девочкам украшения, мальчикам видеоигры. Хотя, я думаю, многие девочки не отказались бы от коллекции видеоигр. Дурак сказал, что у них общая ванная и ему нужно побольше полок, чтобы разместить все свои парфюмы и уходовые средства. Лысину что ли полирует? А еще дурак поведал, что будет просто счастлив провести остаток своих дней рядом с этой женщиной. Рядом с этой женщиной это стата. Парочка старательно отказывается комментировать что-либо по поводу медового месяца. Хотя какой там месяц? От одного этого интервью уже скоро что-то слипнется. Но все же явила себя миру, появившись на примере нового сериала на Нетфликсе. Им задавали кучу вопросов, но парочка ни на что не ответила. Зато сказала, что нас ждет просто умопомрачительно интересная документалка про их лавстори на Нетфликсе. А вот это уже, конечно, угроза. Марта Шаман, пора остановиться, потому что пламя сансары в следующий раз вас не пощадит. И вы превратитесь не в фараона и фараониху, а в два молчаливых камушка. Пока семья была на свадьбе Марты и Шамана, Мариус, помните вот это мудила? Година. Тварь. Благополучно свинтил в Италию. Накануне его допросила полиция. Детали, конечно, не разглашаются. А когда полицию спросили, а такие поездочки это вообще окей? Они ответили, ну, в принципе, окей. Никаких допросов на это время не назначено же. Интересное кино получается. Я напомню, почему этот Мариус, по моему мнению, тварь. Потому что в прошлом месяце его арестовали по делу об избиении его девушки. Он избил ее до сотрясения мозга, после чего его бывшие заявили о насилии в отношениях. Все трое сейчас проходят как потерпевшие по этому делу. Параллельно в немецком журнале появилась слитая фотка Мариуса с вечеринки. Он полуголый, штаны набиты деньгами, на запястье роликс, в одной руке чашка, в другой бутылка шампанского. И пистолет, который со слепым можно принять за пульверизатор. К делу об избиении это, конечно, не относится, но он добавляет такой маленький штришок к образу. Что же делал Мариус в Италии? Его пригласили на свадьбу. Однако в итоге попросили не приходить по причине скандала. Мариус, впрочем, не растерялся и решил просто потустить. Даже женскую компанию себе нашел. А может это связано с тем, что на той же итальянской свадьбе были две его бывшие, Юлиан и Нора, которые сейчас проходят по делу как потерпевшие. Они там, кстати, очень мило общались вдвоем. Понятно, на какую тему. И вот еще такая интересная история всплыла. Нору, бывшую Мариуса, кто-то заказал. Был арестован 26-летний парень, которому предъявлен ряд обвинений, в том числе сговор с целью убийства. С фейкового адреса ему отправили письмо. Если бы Нора не выплатила 1 миллион, этот парень должен был бы ее похитить и лишить жизни. Прямых доказательств, что это Мариус пытался ее заказать, нет. Но в свете происходящего, сами понимаете. Что касается Ребекки Хелбер, которая обратилась в полицию из-за избиения, вышел запретительный ордер для Мариуса. Он не должен приближаться к ней аж до марта 25-го года. Не должен был, так как и недели не прошло, как этот запрет нарушили. Та-дам! Это добавили в длиннющий список обвинений Мариуса, и в итоге парня арестовали. Помимо трех девушек, которые обвиняют его в избиениях, преследовании, причине ущерба имуществу и жилью, там есть некий неизвестный, которому Мариус угрожал расправой. Адвокат Ребекки утверждает, что это не их сторона сообщила о нарушении. Итого Мариусу грозит до шести лет в тюрьме. И вообще открывается нехилое такое попустительство со стороны Мэтты Марет и Хокона. Например, полиция следила за друзьями Мариуса в связи с хранением и распространением запрещенных веществ. Мариус сказал «Окей, а при чем тут я?» Опустим тот факт, что он сам признался, что он на момент нападения был под веществами. И это не первый раз, а в королевской резиденции нашли вещества. И вообще родители знали, кто мои друзья, сказал Мариус. Вообще нормальный такой круг общения для сына кронпринцессы, да? «Мэтты Марет, Хокон, а ю окей?» И вообще вся эта нечестная компания нормально себе так тусовалась в королевской резиденции. А далее просочилась новость, что в результате вот этих вот вечеринок однажды королевскую резиденцию ограбили. А воры догадались еще и видео в соцсети запилить. Украли разные вещи, представляющие личную ценность для Хокона, а то и для королевской семьи. Столовое серебро вообще пытались столкнуть на аукционе. Просто какой же лютый ужас. Рейтинги королевской семьи на данный момент рекордно низкие. Согласно опросу Норстат, поддерживает монархию всего 62%. Хотелось бы пожалеть, но у меня уже полное отсутствие эмоций по данному вопросу. Вот это, конечно, наследие Ингрид Александрия достанется. А уже очень скоро нас ждет просто дабл-трабл. Визит испанцев в Иорданию. С 5 по 7 октября Филипп и Летисия будут гостить у Абдаллы ранее. Самое главное, тут ранее с Летисией, конечно, не перепутать. А в остальном я очень предвкушаю. Особенно, особенно вечер с тярами. А вдруг там раджево появится? Божечки, держим просто кулачки и пальчики. Датчане тоже собрались, но недалеко, в Германию с 21 по 22 октября. Тоже должно быть интересно на вечернем приеме. Так что пока подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там будем постить все новости. Ну а на сегодня я буду заканчивать. Не забудьте, что по ссылке в описании и по QR-коду на экране вас ждет халса. Проходите опросник и выбирайте свой идеальный микс витамин. Ну а на сегодня у меня все. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok